Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Здесь я делаю для вас расклады в общем формате. Надеюсь, что информация вам помогает найти ответы на животрепещущие вопросы. Сегодня смотрим прошлое, настоящее и будущее вашей ситуации. Большой расклад. Постараюсь донести до вас информацию детально. Итак, поехали. Прошлое женщина выходит, бубновая дама. Третье лицо вмешательства в вашу ситуацию с целью принести вам проблему. Здесь выходит вопрос также делового характера, партнерских взаимоотношений. Здесь, скажем так, очень тесный союз для достижения материального благополучия. Женщина вторгается в ваше пространство для того, чтобы получить то, на что она когда-то сделала ставку для себя лично. Во-первых, возможно, она хочет какого-то важного продвижения с червоным королем. Червоный король – это ваш любимый человек. Если смотрит мужчина, это вы. Рядом с вами женщина, которая вмешивается в вашу жизнь, меняет ваши планы. И делает так, что вы вступаете в партнерский союз, какой-то двойка бубен. Партнерский союз на основе подписания документов, заключения договоренности какой-то, соглашения, что здесь контракты. Какие-то сделки финансового характера. Что-то подписано мужчиной и заключен партнерский союз с легкой руки некой дамы бубен, которая преследует на самом деле свои интересы денежные. Здесь сделана ставка на получение серьезных денег, каких-то десятка бубен. Пятерка бубен – карта юридических формальностей. Двойка бубен – карта сделок, контрактов, письменного какого-то оформления, обязательств, скажем так. Через письменное оформление человек берет на себя обязательства. Король червей – обязательства в партнерском союзе. Для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы получить развитие бизнеса своего, либо карьерный рост как-то продвинуться, продвинуться, наверное, в финансовом плане как-то. Возможно, как вариант, человек берет на себя обязательства для того, чтобы миновать проблем юридических, судебных каких-то. Здесь мужчина понимает, что у него реально проблемы с деньгами где-то. И он может, скажем так, очень много потерять или кому-то отдать, попросту отдать через судебные заключения. Он не хочет этих судов, этих юридических разбирательств, и он соглашается на подписание какой-то сделки. У него как будто другого выхода нет. Ну вот эта женщина, конечно, очень хитро как-то себя повела. Она заманивает его вот в эту ловушку, потому что ее не устраивает союз этого мужчины с этой женщиной. Видите, пара здесь выходит, червоная дама, червоный король. Не устраивает ее, бубновую даму, их отношения, их потенциал, скажем так, как пары. Здесь чувство, здесь любовь. Здесь желание быть семьей, быть стабильной парой такой. И она просто здесь придумывает, как это сделать. Вот она, видите, активная дама. Активная в каком плане? Ну, в том плане, что она на самом деле умеет сама заработать денег. Она достаточно самостоятельная, она общительная, она активная по жизни, она карьеристка. Дама треф. Дама треф и дама бубен, одно лицо. Она делает провал. Провал ваших планов. Для вас это стало полной неожиданностью. Она делает это для того, чтобы открыть себе путь к финансам. Рост, развитие, получение новых возможностей. Получение личностного какого-то роста, продвижения в плане финансов. Она заточена на деньги. Ей нужно постоянно как-то делать так, чтобы доход увеличивался. Ну, это бизнес, может быть. То есть она не хочет терять деньги. Ей нужно, чтобы постоянно был вот этот вот финансовый оборот. И чтобы она все время выходила в стабильность, в рост, в процветание, в продвижение. И ради этого, на самом деле, она не остановится ни перед чем. Ее мало интересуют чужие чувства, эмоции. Человек достаточно жесткий, резкий. Такая она высокоорганизованная. Но очень такая, ну, как мне хочется сказать. Вот вроде бы, с одной стороны, она ответственный человек. Она выполняет свою работу вроде бы серьезно. Она получает результаты. Она умеет достичь результата. Но она какая-то очень глубоко несчастная внутри. Мы раскроем ее персону чуть позже. Сейчас я хочу посмотреть, что, собственно, она, говорят, делает. Ой. Ну вот, персона уже раскрылась. Джокер. Несчастный человек внутри проецирует, на самом деле, в этот мир, да, то, что в себе держит. Ну, мы все проецируем в этот мир то, что в нас живет, что в ней живет. В ней живет манипуляция, манипулятивность, желание и умение управлять, манипулировать людьми для достижения собственных целей. Она выдвигает свою персону на первое место. Она привыкла так жить. Она себя возвышает. Она себя возносит на пьедестал. Она делает так, чтобы все вокруг считали ее королевой. Очень любит, когда к ней обращаются за помощью, когда приходят с преклоненной головой. Человек сам себя возвысил на пустом месте, я так скажу. На самом деле, личность пустая, абсолютно пустая. Она неграмотная, она некомпетентная, она неквалифицированная, но она блестяще умеет зарабатывать деньги. Такая интересная личность. Но зарабатывает за счет принижения чьих-то достоинств. То есть убирает со своего пути тех, кто сильнее ее, кто грамотнее, кто компетентнее в каких-то вопросах. Вы оказались немножко другой. У вас она видела перспективу изначально какую-то. Вот как-то, да. Она видела в вас высокую перспективу. Видите, туз червей. Туз червей – карта обладания вашими возможностями, вашим сердцем. Вы, возможно, человек… Ну, карта туз червей – это же эмоции, это чувства. Черви у нас. Черви, кубки – это эмоции, это чувства, это женственность. Это счастье в личной сфере. Это все то, что касается наших взаимоотношений на личном фронте. Так вот, у вас она как-то увидела перспективу изначально. Но перспектива – это, знаете, как-то очень быстро переросла в зависть. Как к женщине. Возможно, вы внешне более красивая. Но, может быть, вы такая миловидная больше. На вас обращают внимание мужчины. У вас есть вот эта женственность. Есть то, чего нет в ней. Она заточена на деньги. Она скупа на эмоции. Она внутри, ну, такой, знаете, потухший жезл, я бы так сказала, который когда-то, возможно, горел, но пройдя череду разочарований, она просто не выдержала этого кармического урока и ушла в материальную сферу, в заработки, в самореализацию. Чрезмерно ушла. Не надо было концентрироваться на этом. Но человек сделал свой выбор когда-то. И тут, встретив вас, поняв, что вы умеете пользоваться своими какими-то возможностями духовными, которые вам даны свыше, это ваша женственность, это мягкость, это уступчивость, это умение идти на компромисс, это умение общаться с людьми и с детьми тоже, возможно. Посмотрев на то, как вы живете, на то, как вы добиваетесь поставленных целей, она поняла, что у вас нужно убирать со своей дорожки, потому что вы можете стать серьезной преградой к повышению ее благосостояния, к повышению ее авторитетности. Она же постоянно растет, она постоянно развивается. Причем человек, знаете как, привык выглядеть грамотным. Она из тех женщин современных, которые прекрасно знают психологию, и которые используют психологические термины даже иногда, говоря красивыми фразами о том, что нужно развиваться, о том, что нужно личностно расти, о том, что нужно идти к успеху финансовому, о том, что женщина должна быть финансово независимой и так далее. Но увидев на стороне вас, что есть такие люди, для которых духовное начало все-таки остается первичным, понимает, что надо вас убирать со своего пути. Вы живете не так, как она хотела бы, чтобы вы жили. У нее же о каждом свое представление. Ну, я говорю, вы для начала были перспективны для нее, она почему-то решила, что вы пойдете у нее на поводу, что вы примете то, что она делает, что вас заставит что-то преклониться перед ней, подчиниться ее условиям. Но вы не подчинились. Вы остались в стороне где-то от всей этой ситуации. И поэтому, видите, она становится вашим врагом, недоброжелателем. То есть вы сами того не осознавая, нажили себе врага, соперницу. Женщину-конкурентку, жесткую, властную, авторитарную, но при этом достаточно обеспеченную, обладающую деловыми связями, возможностями. Ну, считаете вы ее, конечно, неравным врагом. Неравным. Что вас ждет дальше в этой ситуации? Что вас ждет? А вас ждет любовь. Чувства-то никуда не делись. Но не бывает любил и разлюбил. Не бывает такого. Если любовь есть, она есть. И даже если встречаются на пути какие-то благодетели, в кавычках, которые считают, что нужно жить как-то по-другому, что нужно ставить материальные ценности на первое место, которые любят разбрасываться красивыми словами и психологическими терминами, все это не имеет никакого значения для тех людей, между которыми есть любовь, чувства, взаимность, для которых духовные ценности всегда остаются первичными. Поэтому все равно выйдите на тропу вашего судьбоносного исполнения. Ваше судьбоносное исполнение заключается в том, что все равно вместе вы с этим человеком будете. Девятка червей. Влюбленность, любовь, чувства, страсть, подарок судьбы. И карта исполнения, притворения в жизнь того, что когда-то у вас незаконно отобрали. Что ждет эту женщину в скором времени? Разочарование, упущенный шанс. Она осознает, что то, что она сделала, не поехала, как-то вот не дало ей ожидаемых результатов. Выпущенные возможности, отчаяние. Здесь уход мужчины от нее идет. Как будто человек отворачивается. Видите, пятерка, пик. Вот он с чемоданом. Он стоит в безысходности. Ну, тут мужчина такой. Он, конечно, и ей хотел угодить. И вам, к вам чувства, да, как же вас оставить. С вами хочется и семьи, и тепла, и отношений, и таких нормальных человеческих. В вас он нашел женщину, с которой он хотел бы построить семью, иметь детей, и прожить с вами эту жизнь. Она в отчаянии. Она понимает, что она больше не вернет отношения с ним. Потому что то, что она сделала, это ни в какие нравственные рамки просто не входит. Разрыв отношений у нее будет с этим мужчиной. Насколько вот они тесно бы раньше не работали вместе, как-то не работали, либо как-то взаимодействовали вместе. Но здесь идет разрыв отношений окончательный. Он собирает чемодан и просто уходит, отворачивается от этого человека. Она сама в этом виновата. Она могла бы его не потерять. Но она сама выбрала свой путь. Вот такой у нас сегодня расклад. Очень интересный, да. Здесь моменты вообще финансовые. Просто красной нитью проходят. Во всем раскладе. Финансовые моменты. Вот тут треф. Бизнес какой-то. Бизнес, большие деньги, какие-то нечестные игры этой женщины. Вы знаете, у нее, видимо, с кем-то другим проходили вот такие моменты манипулятивные. Но с вами нет. Вот с вами не прошло. У вас энергетика очень сильная. Вы просто сами того не осознавая, противостоите ей. Вот такой расклад. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И я прощаюсь с вами. Как всегда, совсем ненадолго. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok